Генеральный партнер программы новости – торгово-развлекательный центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Луна Парк». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ирины Меркурьева. Чем запомнилась минувшая неделя, расскажем в кратком обзоре новостей. В воскресенье 8 сентября в Анапе прошли дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования по Субсехскому сельскому одномандатному избирательному округу номер 26. В депутаты баллотировались 5 человек. Памятным подарком избирательная комиссия поздравила жителя Субсеха Анатолия Пучихина. Избирателю в этот день исполнилось 60 лет. Он посчитал своим долгом сначала пройти на выборный участок, а уж потом принимать поздравления с юбилеем. Итоги дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования город-курорт Анапа по Субсехскому сельскому одномандатному избирательному округу номер 26, подведенные территориальной избирательной комиссией Анапская, таковы. В выборах приняло участие 572 избирателя. Явка составила 11,82%. С большим отрывом от соперников победил кандидат Валерий Плотников. Ему отдали свои голоса 450 избирателей, что составило 80,21%. 221 год назад на землю Таманскую высадились первые черноморские казаки. Это событие торжественно отпраздновали у памятника первым поселенцам. В память об исторической высадке собрались реестровые казаки кубанского казачьего войска, которое стало преемником первых казачьих поселенцев на Тамане. Празднование начали с молебна. В этнографическом комплексе «Атамань» прошел пятый фестиваль народного творчества легенды Тамани, посвященный шумной и красочной казачьей свадьбе. После полудня в Атамане пошел дождь, однако погода не помешала праздновать все 30 запланированных свадеб. Кроме гуляний, в каждом подворье выступал свой сказочник. Официальное открытие фестиваля состоялось на Майдане, главной площади Атамане. Праздник открыли парадом флагов. Вынесли 44 знамени районов Кубани, сел и поселков, общественных организаций. Парад флагов сменил парад казаков, которые пронесли символы России и Краснодарского края, Андреевский флаг и знамя кубанского казачьего войска в память о черноморских казаках, которые высадились на Тамане в 1792 году. По Майдану пронесли казачьи регалии, жалованную грамоту, подписанную Екатериной II о вечном владении земли Таманской, ларец с освященной землей и войсковое Евангелие. После парада флагов на главной сцене выступил кубанский казачий хор. Казаки показали высший класс гостеприимства. Несмотря на негостеприимную погоду, в Куренях-Атамане за один день приняли участие более 30 тысяч гостей. Гуманитарная помощь жителям Дальнего Востока, благодарности за организацию и проведение выборов, на планерном совещании в администрации города обсудили итоги минувшей недели и обозначили планы на предстоящую. Мэр Анапа Сергей Сергеев поставил задачу провести инвентаризацию всего муниципального имущества. Каждый объект должен приносить деньги в бюджет. Чиновники задачу мэра выполняют и находят собственность, которая должна работать на благо города, но пока приносит доход третьей стороне. Так, в результате инвентаризации выяснилось, предприниматель распоряжается муниципальной базой холодильного оборудования, как своей. Специалисты администрации выписали предписание освободить территорию склада. Предупреждению интервенты пока не вняли. Администрация города поддает исковое заявление в суд. Ровно год назад были созданы казачьи дружины на постоянной основе для совместной охраны правопорядка с полицией. Годовщину усиления рейдовых групп отметили на театральной площади. Сотрудники казачьего анапского общества активно участвуют в профилактике незаконной трудовой миграции и реализации суррогатного алкоголя на территории курорта в межведомственных рейдах. Продолжают патрулировать улицы города и сельских округов. Большая совместная работа полиции, казачества и властей курорта направлена на обеспечение безопасности анапчан и гостей курорта. День малых форм хозяйствования прошел в селе Джигенка. Селян консультировали представители администрации, специалисты Министерства сельского хозяйства и перерабатывающие промышленности. Фермеры устроили выставку-ярмарку сельскохозяйственной продукции, домашних животных и удивительных редких растений. Желающие смогли купить велосипеды, мото- и сельскохозяйственную технику. Пока специалисты делились опытом, дети, пришедшие на праздник, изучали диковинки, которые привезли фермеры. Для гостей провели бесплатную лотерею. Главные призы – продовольственные наборы. Разыграли 10 лотов. День малых форм хозяйствования прошел в Анапе уже в пятый раз. Практику продолжат. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите сегодня. Кто так строит и куда смотрят контролирующие службы? Моранапа Сергей Сергеев провел совбез по самострое. Праздников много не бывает. В школах номер 6 и 7 в один день отметили два значимых события. Сбор урожая винограда главного сельхоздостояния Анапы. Подробности с полей. Ровесники Кубани живут в поселке Виноградный. Кто так строит? Мэр Анапы Сергей Сергеев провел совет безопасности с руководителями федеральных и городских служб. На повестке дня работа с самостроями и нерадивыми застройщиками, нарушающими правила и нормы застройки. Представители федеральных органов власти городского суда, прокуратуры, следственного комитета, руководители структурных подразделений администрации. Мэр Анапы Сергей Сергеев пригласил специалистов ответственных и контролирующих служб на Совет безопасности. Сегодня в реестре самостроев 152 объекта, 47 коммерческого назначения гостевые дома, магазины и кафе и 15 многоквартирные жилые дома. Специалисты уполномоченных органов администрации ведут мониторинг целевого использования земельных участков. В Анапский отдел Росрееста по Краснодарскому краю направлены материалы по 96 объектам. Для привлечения к ответственности и в суде 40 исков о сносе самовольно возведенных строений. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина привела конкретные цифры и обследовали 114 участков, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. На 73 по факту построены и работают гостиницы. А в это время бюджет города недополучает ежегодно 11 миллионов рублей налогов. Потенциально бюджет Анапы может вырасти еще более чем на 100 миллионов рублей за счет приведения земельных участков под коммерческими объектами в соответствии с реальным назначением. Данные по нарушителям направлены в Росреест для дополнительной проверки протокола обследования в налоговую инспекцию. Чистится объект, как и желез, индивидуальное жилищное строительство. И земля, и налоги платятся, как индивидуальное жилищное строительство. Такой лишь мы будем все наблюдать. Так не должно быть. Инженерная сеть, электричество, газ и вода на самострою не рассчитаны. Напряжение на выходе слабое. Самовольные строители не соблюдают предписанные законом требования. Обустройство пандусов для маломобильных граждан, детские площадки и парковки. В большинстве домов высотой более пяти этажей нет лифта. Пятно состройки. Вроде, как бы все говорили, нет стоянок. Я вчера два объекта посмотрел и удивился. А один на стадии котловака. И уже дал команду. Куда? В соседний дом задести? Или по городу это все собаки должны таскать? Даже вот это вроде бы на первый взгляд мелочь. Но, наверное, контейнерная площадка для сбора твердых бытовых отходов важнее, нежели стоянки. Власти города будут бороться самостроями всеми возможными законными методами. Список самостроев Анапы на официальном сайте администрации в разделе «Открытые данные». Здесь же можно узнать о состоянии дел по каждому объекту, даты экспертизы и решения судов. О фактах незаконного строительства можно сообщать по телефону. Как в поселке Абрау только лучшее. Новая летняя эстрада в станице Анапской на реконструкции. Помогают всем миром. Станичники, индивидуальные предприниматели, депутаты. О том, как продвигаются работы, расскажем прямо сейчас. Новая летняя эстрада, как в поселке Абрау, ярким белым пятном украсит везд в город и станицу Анапскую. Этого обновления давно ждали. На предложение реконструировать концертную площадку откликнулись все станичники. Помогают нам в этом деле порядка 30 предпринимателей, 30 застройщиков. Люди с радостью идут на то, что помогают материалами, бетоном, опалубкой. Я думаю, что 22 числа мы к дню станицы не успеем сделать покрытие и сделать сцену уже полнообъемной. Но сверху уже будут стоять фермы и честование всех, кто нам помогал. Гвоздем, шурупом, молотком, бетоном, большим объемом, малым объемом. Всех наших строителей мы будем честовать здесь. Новую площадку начали строить в начале лета. Это помогали все, кому обращались за помощью и стройматериалами. А новчане и станичники серьезно отнеслись к благоустройству парка. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. И к другим темам. В школе номер 7 прошло торжественное мероприятие. Школьники, учителя и почетные гости собрались на торжественной линейке, посвященной 76-му году рождения Кубани. Подробности в сюжете. На торжественной линейке традиционно два гимна. Россией и Кубани подпевают учителя и школьники. В 76-й день рождения Кубани на площадь перед школой вынесли флаги. Славные традиции Краснодарского края, народа, который проживает на этой территории, традиции казачества в нашей школе свято берегутся и приумножаются. На линейке главный специалист отдела по взаимодействию с АТОСами Елена Пархоменко передала поздравления школьникам и учителям от мэра города Сергея Сергеева. Много слов о Кубани, красивых песен, но в чувствах к родному краю у каждого что-то особенное. Кирилл Кущак учится в 10-м классе, в будущем инженер-техник. Даже если передумает с профессией, любовь к Кубани навсегда. Ева Петова любит Кубань за солнечные дни и море. Когда вырасту, стану дизайнером и приеду сюда работать. И почти наполеоновские планы у выпускника Кирилл Белоглазов учатся в 11-м Б. Ну, Кубань, во-первых, моя родина, я здесь родился. Я почитаю историю Кубани, образование Кубани и все народы, которые здесь живут. Вот такое нехитрое и глубокое чувство к родному краю выразили ребята в честь 76-летия Кубани. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа-регион. А в это время в школе номер 6 прошло не менее торжественное освещение кадетских классов. Подробности расскажет Светлана Авилова. Возрождение казачества начинается с кадетских классов. Вот и в 6-й общевразовательной школе состоялось открытие еще одного такого класса. На торжественной линейке представители казачества, депутаты ЗСК и Совета города-курорта, заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. Гости рассказали о кадетском обучении в России. Призвали ребят с честью носить форму и быть примером для окружающих. А у меня почетная миссия. Поручение от главы нашего города Сергея Павловича Сергеева. Он направил меня сюда специально для того, чтобы передать вам слова поздравления по случаю образования вашего кадетского класса. Глава Сергея Павловича Сергеева просил передать, что он гордится вами и уверен, что вы будете самыми лучшими казачатами Кубани. Прозвучала команда на молитву «Шапки долой». Священник Свято-Серафимовского храма, отец Дмитрий, преподал ребятам первый урок православия, рассказал о крестном знамении и научил казачат креститься. «Мы прежде всего хотим, чтобы вы стали настоящими мужчинами, любящими свою страну», отметил атаман Анапского районного казачьего общества, депутат Совета города-курорта Валерий Плотников. Цель обучения в кадетских казачьих классах – воспитание патриотизма на основе казачьих традиций, подчеркнул депутат ЗСК Николай Иванюшкин. «Очень горжусь, что в нашей шестой школе сегодня образуется новый казачий класс. Я желаю вам здоровья, успехов, чтобы в ваших дневниках были только отличные отметки, и чтобы вы радовали своих родителей, своих наставников». Ребятам вручили казачью форму и подарки. Далее казачаты наблюдали, как сотник лебедев лихо владеет казачьей шашкой, а кадеты из станицы Анапской за четыре минуты одевают форму пожарных и химзащиты, а также молниеносно разбирают и собирают автомат Калашникова. Анастасия Кияева делает это быстрее всех. «Я собирала, разбирала автомат с пятого класса, и сейчас в восьмом классе уже мой рекорд составляет 20 секунд». «Нравится очень учиться в казаче?» «Да, очень нравится, у нас больше мероприятий, мы ездим на разные экскурсии, больше нового познаем, но все хорошо». По окончании линейки состоялось освещение класса, в котором будут учиться казачата. Теперь, помимо основных предметов, они будут осваивать православную культуру, историю казачества, декоративно-прикладное творчество, принимать участие в военно-спортивных играх, учиться в верховой езде, а также демонстрировать на парадах строевую подготовку. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Продолжаем выпуск. А на Пчане приступили к уборке урожая главного сельхоздостояния Кубани – винограда. Какие сорта винограда выращивают фермеры и какой урожай собирали в этом году, расскажем прямо сейчас. Виноградарь во втором поколении Василий Марченко основал крестьянско-фермерское хозяйство в 90-м году. Сегодня ухаживает за виноградом на 17 гектарах земли. Три гектара занимает молодая лоза. С остальных Василий собирает урожай. Рислинг цветочный, аркацетели и мцвани – это основные сорта, которые идут на переработку, на приготовление мцвани. Это грузинская селекция. Аркацетели и мцвани – это старые грузинские сорта, к сожалению, незаслуженно забытые на сегодняшний день. Еще Алнапско-зональные станции были приготовлены в свое время, в 80-е годы, и с сортом цвани – шикарные вины. Виноградарство нравится с детства. И даже несмотря на капризы лозы и погоды, Василий неоднократно доказывал истину. Смотрите, как можно не любить виноградник. Здесь немножко куст перегруженный, а в целом, допустим, там и там. Когда человек ухаживает за лозой, он обязательно отблагодарит. Специалисты признают, качество винограда в малых формах хозяйственных объектов действительно выше. Площадь обработки меньше, внимание к винограду больше. Подходит к концу уборка винограда в малых формах хозяйственных. На сегодняшний день в муниципальном образовании город-курорт Анапа в малых формах хозяйственных всего 73 гектара виноградников. Из них 60 гектар уже убрано. Сбор составил 451 тонну на сегодняшний день при средней урожайности 75 сантиметров с гектара. Сегодня Василию Марченко с уборкой винограда помогает семья, жена и дочери. Виноградник постепенно переходит в третье поколение заботы семьи. Наталья Пухальска, Артем Зиборов, Анапа. Регион. 76 лет образованию Краснодарского края и 76 лет в этом году отмечают супруги Хлебус, проживающие в поселке Виноградный. Светлана Авилова побывала у них в гостях и узнала главные секреты семейного благополучия. Смотрим сюжет. Краснодарский край отметил день рождения. Ему исполнилось 76 лет. Владимир Иванович и Зинаида Петровна Хлебус – ровесники нашего края. Более 50 лет отдали сельскому хозяйству. Владимир начинал свою трудовую деятельность ветврачом. Работал в Тбилисском районе в совхозе Первомайский. Был назначен директором совхоза Гостогаевский. Животноводству ударный труд. Именно под таким девизом трудился Хлебус. Поминая прожитые годы, говорит, те времена были самые лучшие. Ложился и говорил, господи, проснись быстрее, чтобы на работу. Такой был энтузиазм. Совхоз был тяжелейший. И мы его с Байором Михайловичем, он тогда был управляющим, потом главным агрономом. Он уже имел, по-моему, где-то 200 тысяч прибыли. А то был вечер, плановый убыточный. В совхозе было тысячу голов рогатого скота. В день Гостогаевский отправлял на молкомбинат 10 тонн молока. Мы производили до 7 тысяч тонн зерна. И сдавали государство. Овощи были. 16 лет он отдал СПК имени Ленина. Был его директором. Владимир Иванович – заслуженный работник сельского хозяйства России. Но для своей семьи он просто любимый муж, отец и дедушка. Зинаида Петровна работала бригадиром-плодоощеводом. По выходным оба участвовали в художественной самодеятельности. Выезжали с концертами. Так и спились, шутит Владимир Иванович. Вышла замуж. В 61-м году родился у нас сынок Гена. Вот в 67-м еще один сынок родился, Володя. Дедушка и бабушка воспитали внука и внучку. На заслуженном отдыхе не могут сидеть без дела. В огороде чистота и порядок. Делают все сами. Помощь близких пока не нужна. Родные и друзья собираются только на посиделки. Уж очень любим петь кубанские песни, признаются они. У нас вся жизнь как песня. Красивая, лиричная и слаженная. Пусть будет над березкой небо синим, и даль степная будет ей видна. Ах, сколько есть березок у России, но на земле Россия лишь одна. Светлана Авилова, Алексей Мухуртов, Анапа-регион. Новый причал сдали в эксплуатацию в селе Витязево. Несколько месяцев анапчане и гости курорта наблюдали, как строят причал, а сегодня уже могут проверить его в работе. К новому причалу пришвартовал интерес и наша съемочная группа. Самое романтичное сочетание цветов в морском стиле – цвет белого теплохода и синего моря. Самое романтичное место для свиданий у причала. С мая в распоряжении назначающих встречи – еще один новый причал. Хотя назначение нового пассажирского причала изначально строго практично. Происходило это все, началось пять лет назад. В то время главой города был господин Пахомов. Наш порт выступил с инициативой строительства этого причала. В администрации города идею поддержали. С переполненного центрального пляжа дыхающие и местные жители стали ездить на Пионерский проспект и Витязева. Коллапс, который существует по Пионерскому проспекту, немножко разгрузить. Мы предложили идею строительства причала с той целью, чтобы часть пассажиров перевозить водным транспортом. Идея была одобрена администрацией города. Два года назад начали строить. В этом году ввели в эксплуатацию. Новый причал 256 метров в длину эксплуатируют пока два предприятия – Черноморские скоростные линии и Сочинская компания. Суда с осадкой до 4 метров пассажирские, местные, прибрежные, с ограниченным районом плавания. В данный момент там работает наша компания и Сочинская компания с помощью Догомыс и Катамарана. Компанию Черноморские скоростные линии в Анапе представляют пять прогулочных пассажирских катеров. Горгипи, Дмитрий Калинин, поэт Андрухаев, лейтенант Гринько и Радуга-9. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа-Регион. У музея города-курорта прошла необычная церемония. Анапчанин, пожелавший остаться неназванным в дар археологическому музею Горгипи, передал уникальную коллекцию из 22 тысяч древних монет. В честь торжественного мероприятия сотрудники музея организовали большое шоу. В рамках акции «70 добрых дел любимому городу» для всех собравшихся в Горгипи показали театрализованное представление тайны тысячелетий. Подробнее об одном из важнейших событий города расскажет Алина Гумерова. Фонд Анапского археологического музея пополнили древние пантикопейские монеты. Такие ходили во II-IV веках до н.э. По словам сотрудников музея, монеты нужно чистить и восстанавливать. На это уйдет несколько месяцев. На древние экспонаты жители-гости курорта смогут полюбоваться во время новогодних праздников. Монеты передал в дар человек, не пожелавший называть свое имя. Известно лишь, что это анапчанин, археолог и бывший сотрудник музея. Все предметы фондов Анапского археологического музея составляют 23 тысячи. То есть мы практически удваиваем свои фонды и в один день мы получаем 22 тысячи монет. Это один из самых больших кладов. Я уверена, что на всей территории Краснодарского края, в музеях, всех музеях Краснодарского края такого клада нет. И то, что мы получили, это на самом деле, ну это такой подарок божественный для музея, это на самом деле божественный подарок. В честь грандиозного события сотрудники музея организовали незабываемое шоу прямо на древних раскопках Горгипи. Сцены с циклопом и на тавром погрузили зрителей в мир древнегреческих легенд. Яркое завершение представления – сцена с золотыми яблоками из сада Гесперид. Мне кажется, событие очень важное, потому что, во-первых, очень много воочию увидели, да, передачу этого, как сказать, благотворительности. А во-вторых, очень приятно слышать, когда люди совершают такие поступки, тем более присутствовать при этом, все это знать, это приятно. Я думаю, очень важно, потому что человек, который будет знать о своих корнях, будет знать, что ему делать в будущем. В завершении вечера директор археологического музея Ольга Казакова поблагодарила администрацию города-курорта Анапа и всех, кто принял участие в празднике. Театрализованное представление – одна из новых форм работы музея. В следующем году анапчанам и гостям курорта все лето будут показывать такие представления. Сейчас решается вопрос об обновлении фасада комплекса, а значит, лицо главного исторического памятника муниципалитета станет еще красивее и привлекательнее. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. И новости спорта в завершении выпуска. В Анапе прошел 15-й Всероссийский лично командный чемпионат по автомногоборию среди детских и юношеских объединений автошколы секции «Юный автомобилист». Участники из 12 регионов России приехали в Южный город, чтобы продемонстрировать мастерство вождения и знания правил дорожного движения. Итоги конкурса подвели в среду, 11 сентября. В этом году общественная организация Всероссийское общество автомобилистов отмечает 40 лет со дня основания. На чемпионат приехали более 50 юных любителей автоспорта. 16 команд из Башкирии и Татарстана, представители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Пять дней чемпионата определили победители автосоревнований. По итогам всех конкурсных зачетов абсолютным победителем в командном зачете назвали команду из Татарстана. На втором месте команда, представляющая Краснодарский край, почетную бронзовую награду увезли участники команды из Саратова. А на обчане в этом году заняли четвертое место. С 14 по 21 сентября под эгидой Года окружающей среды в нашей стране пройдет всероссийская экологическая акция «Сделаем вместе». В рамках акции 14 сентября в Анапе пройдет субботник. Администрация города призывает анапчан не на словах, а на деле позаботиться о своем городе. Своими руками сделать его уютнее, привлекательнее для себя, соседей и гостей курорта. Навести порядок возле своего дома или своего рабочего места, очистить тротуарную плитку от сорняков, столбы наружного освещения и остановочные комплексы от несанкционированной рекламы, произвести чистку при бордюрной части дорог, покосить траву на придворовой территории, убрать мусор и упавшие листья. Такие задачи под силу каждому. Добровольцы могут принять участие в массовой уборке зон в районе 2-й и 3-й Утрижских лагун, которые известны во всей России своей уникальной природой. Волонтеров ждут в субботу 14 сентября в 10 часов около Утрижского дельфинария. Администрация Субсехского сельского округа обеспечит доставку к месту проведения экологического субботника и обратно. Пусть любимая Анапа встретит свое главное торжество чистой, яркой и праздничной. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной Горы и салоны магазина подарков Важная Персона. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Когда простых слов уже недостаточно, они скажут все за вас. Эксклюзивные подарки для дорогих людей. Салон Важная Персона. Важно, что ты есть. Анапа, улица Ленина, 15. Важная Персона. Важно, что ты есть. В субботу, 14 сентября, в Анапе облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 22-24 градуса, ночью плюс 19. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 19 градусов. В воскресенье 15 сентября малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Днем без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22, ночью до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный порывистый до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 19 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы Торгово-развлекательного центра «Алиса» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Увидимся в понедельник в то же время на канале «АНАПА. Регион». До встречи. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Чемпион. Девятькратные... Проб mesmo. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok